Питание для здоровья. Как правильно составлять рацион и избегать вредных продуктов. Приветствуем вас на нашем канале Здоровье. В этом видео мы расскажем вам о том, как правильно составить свой рацион для того, чтобы сохранить здоровье и избежать проблем со здоровьем в будущем. Почему правильное питание так важно? Питание – это один из главных факторов, влияющих на здоровье. Правильное питание может помочь нам избежать различных заболеваний, повысить уровень энергии и улучшить настроение. В то же время неправильное питание может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и другим проблемам со здоровьем. К сожалению, современный образ жизни с его быстрым питанием, перееданием и сидячим образом жизни способствует неправильному питанию. Мы часто едим в спешке и выбираем вредную пищу вместо полезной. Как правильно составить рацион? Теперь мы перейдем к тому, как правильно составить свой рацион, чтобы получить все необходимые питательные вещества и избежать вредных продуктов. Стройте рацион вокруг овощей, фруктов и зелени. Эти продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья. Употребляйте достаточное количество белков. Белки содержат аминокислоты, необходимые для роста и восстановления тканей в организме. Хорошими источниками белка являются мясо, рыба, яйца, бобовые и орехи. Избегайте продуктов, богатых насыщенными жирами и трансжирами. Эти жиры могут повысить уровень холестерина в крови и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Лучшие источники жиров – оливковое масло, авокадо и орехи. Ограничьте потребление сахара и соли. Сахар и соль в больших количествах могут привести к ожирению, диабету и повышенному давлению. Пейте достаточное количество воды. Вода помогает поддерживать гидротацию организма и улучшает работу пищеварительной системы. Как избегать вредных продуктов? Теперь мы перейдем к тому, как избегать вредных продуктов, которые могут нанести вред вашему здоровью. Избегайте фастфуда и другой быстрой еды, которая часто содержит много сахара, соли и насыщенных жиров. Уменьшите потребление красного мяса. Оно может повысить риск различных заболеваний, включая рак. Избегайте продуктов, содержащих трансжиры. Они часто встречаются в жареной и быстрой еде. Перейдите на полезные заменители. Например, замените белый хлеб на цельнозерновой, а обычный сахар на мед или фруктовый сироп. Не забывайте читать этикетки на упаковках продуктов. Они помогут вам выбрать более здоровую альтернативу. Самые полезные продукты. Запомни. Авокадо. Мякоть авокадо богата ненасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень плохого холестерина. В экзотических плодах много витаминов А, С, Е, К, группы В, фолиевая и пантеноновая кислоты. И минералов кальций, магний, фосфор, железо, цинк, селен. Калия в авокадо больше, чем в бананах. Аминокислота L-карнитин, в большом количестве содержащаяся в мякоти этого фрукта, участвует в процессе сжигания жира. Благодаря богатому составу авокадо считается одним из самых полезных продуктов питания. Его регулярное употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и рака, помогает укрепить иммунитет, замедляет старение организма. Ценные жирные кислоты и витамины в составе авокадо благотворно сказываются на внешности, улучшается синтез коллагена и кожа становится эластичнее. Черника и другие ягоды. Главное богатство ягод – антиоксиданты, которые препятствуют старению и защищают от рака. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, они способствуют снижению веса, очищают организм, улучшают пищеварение. Ягоды ускоряют обменные процессы, регулируют давление и уровень холестерина, защищают сердечно-сосудистую систему. Почти все виды ягод богаты витаминами, микро- и макроэлементами. Самыми полезными признаны черника, голубика, черная и красная смородина, клюква, ежевика, малина. Каждый из этих видов ягод обладает особыми ценными свойствами. Например, черника полезна для зрения, а клюква незаменима при проблемах мочевыводящих путей. В сезон рекомендуется употреблять 1-2 стакана ягод в день. Бобовые – фасоль, горох, чечевица, нут, маш и другие бобовые – ценны высоким содержанием растительного белка и клетчатки. Кроме того, в них есть витамины А, группы В, фулиевая кислота, минералы – калий, магний, железо, фосфор, марганец, антиоксиданты. Бобовые питательны, после употребления надолго оставляют чувство сытости. Но это довольно тяжелая пища, и чрезмерно увлекаться ею не стоит. Достаточно готовить блюда из бобовых пару раз в неделю. Орехи. По содержанию полезных жиров орехам нет равных. Есть в них также белок, витамины А, Е, группы В, ценные минералы, в том числе селен. Употребление орехов способствует укреплению иммунитета, очищению организма, понижению уровня вредного холестерина, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. При этом следует помнить, что орехи – хоть и полезные продукты, но очень калорийные, около 600 килокалорий на 100 граммов. Поэтому в день рекомендуется съедать не больше 50 граммов орехов. Красная рыба. Рыба лососевых пород – источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Известна их роль в профилактике атеросклероза, сахарного диабета и гипертонии, для продления молодости и красоты. Белок рыбы легко усваивается и считается диетическим. Как и в других полезных продуктах, в красной рыбе много витаминов и минералов. Зеленые овощи. Все виды капусты, шпинат, салат, спаржа и другие овощи зеленого цвета содержат пигмент хлорофилл, который обладает целым рядом полезных свойств. Он способствует повышению уровня гемоглобина, помогает выводить токсины, уменьшает воспалительные процессы, поддерживает здоровье нервной системы. Хлорофилл также имеет антиканцерогенные свойства и способен замедлять старение. Зеленые овощи богаты витаминами А, С, Е, фолиевой кислотой, калием, магнием, цинком, селеном. В них много клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения, сохранять молодость. А тех, кто мечтает избавиться от лишних килограммов, порадует еще и очень низкая калорийность зеленых овощей. Капусту, огурцы, шпинат, спаржу и зелень часто называют продуктами с отрицательной калорийностью. Не стоит воспринимать это буквально. Организм не может тратить на переработку пищи больше калорий, чем в ней содержится. Так что отрицательная калорийность очередной миф. Тем не менее, энергетическая ценность зеленых овощей близка к нулю, так что они способствуют похудению. Последнее, конечно, не означает, что можно заедать зеленью торты и при этом не поправляться. По мнению ученых, для максимальной пользы в день нужно съедать не меньше 800 граммов свежих овощей. Зелень можно употреблять практически в неограниченном количестве. Вот два вредных продукта, на которые мы не обращаем внимания. Белый хлеб. Хлебобулочные изделия из муки высших сортов являются представителями быстрых углеводов, которые влекут за собой получение большого числа калорий. Этот излишек откладывается на талии в виде жирового запаса и постепенно приводит к ожирению. Кроме этого, в состав хлеба часто входят вредные добавки, которые грозят появлением болезней сосудов, пищеварительной системы, раковых образований. Маргарин. Как и майонез, маргарин содержит в себе ненасыщенные жиры, которые делают его продуктом вредным для человеческого здоровья. Сегодня его изготавливают из гидрогенизированного подсолнечного масла, представляющего опасность для сердца, печени, кровеносных сосудов. Известно, что именно трансжиры являются одной из причин целлюлита и образования холестериновых бляшек. Заключение. Таким образом, правильное питание – это не только залог здоровья, но и гарантия долголетия. Мы надеемся, что наши советы помогут вам составить правильный рацион.